Наша трибуна Я имею, что сказать А я думаю, что... Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ На нашем веб-сайте radio-nvc.com И на нашем YouTube-канале Радио НВС С вами в студии Олег Падлок Привет, добрый день, доброе утро Нет, уже утро прошло У кого как? У наших друзей в Израиле, которые сейчас... Петропавловске, Камчатскому полночь Как всегда полночь А меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин Да, между прочим, вспомнил слова Помнишь, был Камеск Титаренко в фильме «В бой до дни старики» Когда он сказал, что все проходящее, а музыка вечна Вот и мы сегодня начали нашу передачу с интересной песенки Потому что вот то, что происходит, вот эта пандемия Реагируют люди по-разному на нее? Кто-то старается как бы поддержать, кто-то шутки какие-то пишет, рассказывает Да, я тебе скажу, что сегодня основной источник вот общения с людьми Это фейсбук, это да, сегодня люди, если встречаются, то это максимум где-то на паркинге Подъезжают с машинами, становятся на расстоянии нескольких метров друг от друга И вот это общение... Фейсбук на сегодняшний день заменил нам нашу любимую кухню Да, не говорите То место, где мы все общались, делились с сокровенным А теперь вот в фейсбуке И порой вообще диву даешься Ну, причем интересно Люди по-разному как бы реагируют на то, что происходит Ну, во-первых, все понимают, что это трагедия Что люди, которые заболели, тяжело перенесли болезнь Кто-то не смог перенести болезнь Это трагедия А с другой стороны... Эта трагедия была с нами всегда Это была трагедия во время свиного гриппа Во время других гриппов, во время других болезней И сегодня уже очень многие говорят о том, что, знаешь, не так страшен, черт, как его молюют Ну, вот этот грипп, на самом деле, не так, наверное, страшен, как о нем говорят И уже много источников пишут о том, что этот грипп был, скорее всего, может быть, и до января здесь И в январе, и в феврале И, в принципе, страна жила, все было нормально Пока вот кто-то не выключил тумблер, не выключил страну И вот начались исследования Причем исследования-то начались, имеется в виду цифры Мы хотели знать, сколько заболело, сколько умерло Но в это время все цифры строились на вот этих математических моделях Каких-то на предсказаниях, что вот у нас пик будет тогда-то Столько-то умрет, столько-то будет больных И вот на сегодняшний день госпиталя стоят пустые Полно оборудования Вот интересные цифры вчера были в передаче у Лоры Ингрэм Она говорила о том, что... Ну, во-первых, это не она говорила Это были слова Кома Который кричал, что нам нужно 40 тысяч вот этих вот вентилайзис 7 апреля был пик использования этих аппаратов Значит, вместо 40 тысяч использовали 5 986 То есть в 6 раз меньше, чем... Нет, даже не в 6, больше почти в 7 Чем нужно было Кома сказал, что им нужно 140 тысяч коек Пик пришелся на 8 апреля Понадобилось всего лишь 19 тысяч То есть почти 20 тысяч Представляете, цифры вообще сопоставимы? 20 тысяч и 140 У нас в Чикаго Маккор Микплейс переоборудовали под госпиталь И, ну что, стоит он пустой Да, хорошо, что это сделали В принципе, теоретически на всякий случай Это, ну, опять же, спорно сегодня Нужно было делать, не нужно было делать То есть мы были готовы Но, во всяком случае, это произошло И вот то, о чем говорят сейчас все Что, наверное, очень сильно были завышены Вот эти вот рамки, мерки Меры, которые делались в подготовке К вот этому пику Вчера интересен был брифинг В Белом доме, где выступал Уильям Брайан Это советник в Белом доме Вот, насчет этого вируса Он говорил о том, что Вирус лучше всего умирает при температуре Выше 77 градусов и низкой влажности То, о чем сказал трамп Низкой или высокой? Низкой, 20 процентов И ты помнишь, когда Трамп сказал Полтора месяца назад, месяц назад Что теплая погода способствует тому Что вирус будет погибать Ну и, естественно, сразу посыпались на него шишки Его начали обвинять в том, что он Нам рассказывает какие-то сказки Вчера об этом уже говорили А вы обратили вообще внимание на то, что Постоянно вы слышите по телевидению Только один негатив Практически нет хороших позитивных новостей Все плохо ПИГ еще не пришел Осенью вообще будет нам конец Потому что будет вторая волна И кроме этой второй волны будут еще болезни То есть нам всем, как говорится, кранты Естественно, что сегодня, когда люди читают В основном одни заголовки И очень мало тех, кто читает статьи Особенно, когда видят Ой, какая длинная статья Ну тут уже все написали Что Нью-Йорк погиб Что там Америки конец И читать дальше не будем Ну и не забывайте, что осенью-то выборы будут И все это, конечно же, на руку Нашим дорогим демократам Причем очень многие не скрывают это Например, губернатор Калифорнии Он в открытую говорит, что Очень здорово, мы сможем пересмотреть Вообще наши законы Нашу чуть ли не конституцию Мы должны сделать реструктуризацию Боже, какое слово Не могу выговорить Наших предприятий Нашей экономики Поменьше индивидуализма Побольше коллективизма Ничего вам не напоминает это Куда мы вообще с этим идем Ну, а достижения администрации Трампа Конечно, это все чепуха Никто на это не обращает внимания Никто не смотрит на то, что кривая роста Замедлилась гораздо Как вчера говорила Лора Говорит, флэттен Это, в принципе, большое достижение Но демократам, конечно, это недостаточно Нам кричат, что мы должны сидеть дома До тех пор, пока вспышка не прекратится Кома сказал, что ждать, пока не придумают систему Отслеживания То есть ему нужно 300 тысяч солдат Которые будут отслеживать больных А как же тогда Хорошо, давай тогда отслеживать больных Не знаю, туберкулезом Там, другими видами гриппа Другими болезнями Вообще, вот эта мантра Которая сейчас начала Коом, Пелоси Тестинг, тестинг, тестинг Трейсинг, трейсинг, трейсинг И изолировать Вот, я пытаюсь понять Ну, хорошо, тесты можно проводить Теоретически Вбухали еще несколько сот миллиардов денег Сейчас будем тестировать Правда, какие-то тесты показывают Достоверность тестов Там 20%, другие 30% Какие-то тесты действительно работают Непонятно что В общем, деньги валим-валим-валим Кто-то наживается Хорошо, всех протестировали Дальше что? Будем трейсить Вот если человек обнаружили Что он носителем Является носителем коронавируса КОВИД-19 Значит, мы будем следить С кем он контачил Ни хрена себе Человек пришел в Омарт Там через волн Прошло миллион 150 тысяч человек Мне хотелось бы понять Как вы собираетесь следить за ним Как вы отслеживать контакты Или вы будете только тех С кем он, так сказать В интимную связь вступал Или как? Что? Передается ведь Там каким-то путем Таким обычным Вот обяжут носить всех маски Вот, например, Баффало Гроф И то ли Лейк Зюрик То ли Манделай Не помню Они хотят вести Чтобы маски носили Обязательно все В общественных местах Особенно если Предположительно Где-то в каком-то месте Будет скопление Например, может быть Указ в магазинах Или еще где-то И очень многие люди пишут Хорошо, будем носить Где маски взять? Мы не хотим покупать маски Из Юханя Мы не хотим покупать маски На которые наш Уважаемый В кавычках Губернатор Притскер Потратит 17 миллионов И которые нужно выбросить В мусорник Потому что они абсолютно Непригодны Где взять маски? Так что Прежде чем Какие-то законы Издавать Может нужно подумать Что сделать Перед этим Вот Ну а пока что Нам говорят Что мы должны Сидеть дома Что вспышка не прекратится И как я уже сказал И кстати Вот по поводу Вот этой программы Отслеживания Волонтером Выступил Никто иной Как Деблазио Мэр Нью-Йорка И он сказал Что Он Сделает Такую программу Которая вот Поможет Тестировать И следить За людьми Ну вот Прекрасно Теперь у нас Деблазио Как говорится In charge То есть Ответственный За вот это вот дело Я не знаю Сколько Он Очередное дело Которое он погубит И на память Сразу приходит Программа Так сказать Помощи Психически Нездоровым Которую Возглавила Его жена Которую он Выделил 850 миллионов Долларов На эту программу И никто не может Понять Куда эти деньги Делись Как их Истратили Все Пропали Интересно то Что В Нью-Йорке Очень много Смертей Было в домах Престарелых И Во время Одного Из выступлений Кома Ему задали вопрос А вы вообще Знаете о том Что Больные Старики Вот они Вот если они Определили Что у них вирус Если у них тест Результат теста Положительный Вы знаете Что их Отправляли Нет Он говорит Их нужно отправлять Назад Назад Или нет Он говорит Вопрос интересный Я не знаю Он даже не знал Что старики Были отправлены Назад В дома Престарелых Сначала их Везли в госпиталь А потом Протестировали Выявили Тест положительный И их вернули назад В Нью-Йорксинг-холм То есть люди Являясь носителем Вируса Они вернулись В Нью-Йорксинг-холм Ну опять же Во время Брифингов Трампа Забрасывает Вопросами Просто вот Провоцирует Его Я вообще Поражаюсь Его вот Выдержанности Не знаю Взорвался бы Может наверное Опять вопросы Вот доктор Фиучи сказал Что в США Нет той ситуации В которой бы Мы хотели Очутиться Относительно того Что не все Тестируются люди Что нужно нас Больше тестировать Вот вы Считаете Мы находимся В этой ситуации Ну конечно Трамп сказал Что в принципе Он не согласен С доктором Фиучи Который нам Не один раз Говорил Что все в порядке Что мы Мы не На той стадии Что нужно волноваться Что Америке Не грозит Какие-то Экстремальные Меры Которые нужно принимать Не грозит Нет угрозы Никакой Ну конечно же Потом он начал Выкручиваться И говорить Что вы не так Поняли меня Или я так Не так выразился Чтобы меня поняли Так что доктор Фиучи Еще тоже Вот непонятно Слушать его Сегодня Или нет Я вчера ехал В машине Слушал частично Пресс-конференцию Опять Брифинг Вот этот Да И выступал Я не знаю Кто он Айти Чего-то там Они делают Проводят тесты Всевозможные Они изучали Живучесть вируса При каких условиях Насколько я понял Из этого Ты упоминал сегодня Что при высокой температуре И в том числе Было сказано Что от ультрафиолетовых лучей От солнечных лучей Вирус погибает И Когда Трамп подошел К трибуне Он стал обращаться К этим специалистам Говорит Что от высокой температуры От солнечных лучей А можно ли как-то Вот тепло И ультрафиолет Насколько я понял Как-то в организм ввести Чтобы Так сказать Организм Чтобы вот Эти Вещи Делали Дезинфекцию И если я не ошибаюсь Есть такая процедура Озоном наполняют кровь Переливание такое делают Наполняют озоном И мы снова Возвращают ее в организм И озон является Каким-то очень таким Мы начали И он назвал это Дезинфектором Да по-моему Мы начали передачу с того Что Фейсбук сегодня является Наверное Основным Рынком Сбыта информации Если можно так сказать Вчера сын прибегает Говорит Я тут на фейсбук Написал Что-то там Трамп опять такое Сказал И на него опять накинули Начали смотреть То о чем ты говорил Насчет вот дезинфектора Который вводят в организм Он не сказал это Он задал вопрос Стоящему там Справа от него Кому-то его не показали Это был вопрос Действительно Нужно ли вводить Дезинфектором Не имеется ввиду Хлорку туда Закачать Не имеется ввиду Санитайзер Вот этот Хэнд санитайзер В легкие влить Имеется ввиду Какие-то препараты Которые Как ты сказал Использовались Для этих целей Ну и Неватрамперы И демократы Сразу же Действительно Накинулись На Трампа СНН Предупреждение Выдает Народ пишет Вон Что СНН Предупреждает Что Клорокс Пить не надо А я Говорю Неужели СНН думает Что у них Аудитория Настолько Тупая Ну Впрочем Кто знает Они же голосуют За Притцкера Они же голосовали За Обаму Два раза Сейчас за Байдена Собираются Голосовать Не исключено Что они Вот таким образом В буквальном смысле Отреагируют На вопросы Трампа Которые Задавал Специалистам А можно ли Это сделать Можно ли Это ввести И так далее И начнут Хлорокс Принимать Ну Во всяком Случае Вот эти Язвительные Такие Реплики В адрес Трампа На фейсбуке Посыпались Так называемые Республиканцы Неватрамп Подключились Ну Не говоря Уже Демократов Если Мы Сегодня Проследим За тем Как вообще Развивались События Мы можем Вспомнить Что Сначала Нам говорили Что маски Неэффективны Маски Не надо Носить Это все Чепуха Сегодня Маски Почти Обязательны Нам говорили Что От этого Вируса Умрут Миллионы Потом Начали Использовать Какие-то Модели Математические На основании Которых Нью-Йорк И запасался Вот этими 40 тысячами Вот этих Вентиляторов И Оборудовал Там 140 тысяч Коек Или Стремился К этому Оборудовать Нам говорили Что Этот вирус Менее опасен Чем другие Виды Гриппа На самом деле Сегодня Мы уже Знаем Что Это Наоборот Он опасен Тем Что К сожалению Нет вакцины И Вот эти Другцы Которые Появляются На легких И нет Терапевтических Средств Нет протоколов Ясных То есть Докторы Врачи Пытаются Что-то Использовать То одно То другое То третье Но нет Протоколов Подтвержденных Не проводились Когда они сделают Это непонятно Не говоря уже о вакцине Тестирование Который занимает Там Год может быть Даже если Изобретут что-то Ее нужно протестировать Насколько она полезна Насколько она безвредна И говорить о том Что Некоторые горячие головы Говорят о том Что Карантин Нужно продлить До тех пор Пока Не изобретут вакцину И всех не провакцинируют Я как-то Письма скептически Отношусь У нас звонок есть Да Давайте Добрый день Вы в эфире Да Добрый день Господа Надо вот Брать пример Чехии Открыла границы Разрешила перемещаться Своим Людям В стране Внутри страны И выезжать За пределы Только неизвестно Куда будут выезжать Если другие страны Закрыты Благодарю То же самое Кстати Сделала Швеция За что Подверглась Нападкам Со стороны Других стран Вообще интересно Демократы Все время Так любили Швецию Либералы Все время В премьеру Приводили Сегодня нет Обожали Сегодня она стала Врагом номер один Потому что В разрез идет Ну как так Мы должны быть закрыты До следующего года Как Казакер Мануэль Сказал На 18 месяцев Как минимум Страна должна быть закрыта А вчера Байден заявил О том Что он опасается Что Трамп Перенесет выборы Сидя в своем Бейсменте В подвале Не в подвале Не выходя оттуда Кстати Насчет Швеции И тут же подхватили Сразу Насчет Швеции Швеция Одна Из стран Вернее Она Чуде не лидирует На первом месте По Статистике И по достоверности Этой статистике И вчера Тоже вот У Лоры Инграм Там Она брала интервью Во-первых Она связалась С корреспондентом В Швеции Далее там Какой-то доктор выступал Не помню его имя Вот они очень интересно Рассказывали вообще О взглядах На это все И на то Как правительство Относится к этому Так что Все цифры Которые Приведены Они достоверны И Когда Начинают Говорить О цифрах То Вот Как можно Вообще Манипулировать Цифрами Значит Сказали Что в Швеции По-моему Около Четырехсот Четыреста Девяносто Шесть Тысяч Случаев Заболевания Тут же Приводят По-моему Люксембург Еще пару стран Где гораздо ниже Но они не говорят О том Сколько Во Франции В Италии В Испании А нет Нисколько тысяч Заболевших Сколько смертей По-моему На сто тысяч Больных Или Да Вот эти цифры Они не говорят Я не помню Честно говоря Ну это старый Проверенный Метод Значит да Сто девяносто восемь Смертей на миллион Вот Сто девяносто на миллион В Дании Шестьдесят восемь В Дальнегии Шесть В Финляндии Восемнадцать Но Почему в Швеции Оказалась Очень большая Эта цифра У них почему-то Вот это вот Этот вирус Прошелся волной По домам престарелых Ну то есть Как в Нью-Йорке Да Вот Но в Бельгии Пятьсот шестьдесят восемь человек По сравнению со Швецией Сто девяносто восемь Франция Триста двадцать шесть Испания Четыреста семьдесят четыре Италия Четыреста двадцать Так что В общем как ни крути В среднем цифры сопоставимые На самом деле В странах В которых введен карантин Абсолютно И в Швеции В которой карантин не введен Вообще Понимаешь Это тоже Получается как религия Вот скажем Я сделал пост С брифинга Где говорят о том Что ультрафиолет Положительно влияет На состояние здоровья Что убивает вирус В то же время В комментариях Уважаемый человек пишет А вот в Бразилии жара Люди умирают Или во Флориде Или во Флориде Говорят студенты Они заразились Ну Слушайте Заразились студенты Заразиться Это не значит Что Я не знаю Есть такой доктор Брюс Дэвидсон Ну опять же Кто хочет Он может поинтересоваться Его по сложным спискам Я не буду перечислять Так вот Он интересно сказал Что бороться дома Бороться с вирусом Сидя дома Или соблюдая дистанцию Это все равно Что вести Какой-то там Воздушный бой Сидя в своих Бомбоубежищах Если мы хотим вернуться К нормальной жизни То нужно устанавливать Ультрафиолетовые лампы В публичных местах Он сказал Что эти лампы Использовались Десятилетиями Для дезинфекции И убивания микробов Кстати CDC Рекомендовали Установить их В госпиталях Еще по-моему В 1998 году А в 2005 году Они подтвердили Что нужно устанавливать Эти лампы И в принципе Да Кстати эти лампы Были использованы В Африке Очень много раз Очень часто И Мы должны прерваться Сейчас Уже заканчиваем И Он сказал Что на самом деле Это довольно легко сделать Нужно поставить эти лампы Какие-то вентиляторы Там Вокруг них Короче говоря Чтобы создать Вот это вот В воздухе Присутствие этих лучей Чтобы действительно Были убиты Эти вирусы Ну Вот Вместо того Что может быть Посмотреть на это Более скрупулезно И Подвергнуть Дополнительному исследованию Опять же Посыпались нападки Насмешки CNN MSNBC Показывают Вот эти вот Фрагменты Они делают Своё дело Как никогда Да Оставайтесь с нами Продолжим Буквально через Несколько минут Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон в студии По-прежнему 847-400-5200 Давайте попробуем Принять Звонки И послушаем Что думают Наши радиослушатели Добрый день Добрый день Здравствуйте Вы говорите О Швеции А вот Швеции В течение Двух месяцев Не высаживаются Китайские Десанты Юханья Как у нас 700 тысяч Вот высадились Они Это А вот Меня что Удивляет Что В течение Столько лет Юханья Вот эта Зараза Распространилась А вот В других частях Оставных частях Китая Это как-то Прошло мимо И Что интересно Вот 5 миллионов Из этого Юханья Переехали На запад Не кажется Вам Что Китай Все же Имеет Вакцину Потому что Очень подозрительно Что В полторамиллиардном Населении Китая Только лишь Копейки Там заразились И умерли А хотя Можем Могут Они и скрыть Сколько там Сервон Если даже 20 миллионов Умерли По отношению Полтора миллиарда Это все равно Немного А у нас Ежедневно В Нью-Йорке Допустим Как минимум 500 человек Ванту-3 умирают Мне кажется У них все же Был создан Был создан Специально И решили Заразить Вот эту Область Юхань Которую Тут же Оградили Тем самым Ограничив Распространение Заразы В такие Огромные Города Как Пекин Как Шанхай То есть Своего рода Чуть ли не Протестировали На своих Людях Вот эту Вакцину Причем До этого Было создано Противоядие От этой вакцины Ну и как факт Они изолировали Город Но тем не менее Разрешили Полеты за рубеж То есть Они свободно Летали Во все страны В Европу Кроме того Те цифры Которые приводят Сегодня Я смотрю В течение месяца Цифра Она выросла По-моему С 81 тысячи На 82 тысячи И Тоже ставятся Под сомнение Эти цифры Говорят Что на самом деле Там Больных гораздо больше Но кто знает Кто проверит Мы можем на эту тему Спекулировать Только можем Да Добрый день Вы в эфире Не дождался Радиослушатель Перезвонить 847-400-5200 Я обожаю Слушать Драж Лымба На днях Он Озвучил Данные Исследований Оксфордского университета И Эти Данные Говорят о том Что больных На самом деле Гораздо Больше Гораздо Гораздо Больше Что делает Уровень смертности Гораздо Меньше Не 5% Не 3 Не 1 А 0 Да 0.01 Или там 0.01 Звонок Да Добрый день Добрый день Да Здравствуйте Добрый день Вот такие Синие лампы В Советском Союзе Когда-то Я рожала В роддомах Все время Сталина Из палат выгоняли И Делали вот это Все Так как вот Час А тут Их нету Этих Ламп У нас дома Была такая Лампа Синяя И детей Мы жили В Ленинграде Там Осень Довольно Такая Долгая И Зима И детей Мы возили Для того Чтобы Их Немножко Как-то Там Тоже Синяя Лампа Их Обогревали Так что Я не знаю Почему Тут правда Эти Синяя Лампа Не используют Лампы На самом деле Используются Может быть Они не используются На бытовом уровне Но Я знаю Например Что вот Женщины Которые делают Маникюр Педикюр Они Кладут Инструмент В специальные Такие камеры Я не знаю Ультрафиолетовые Лучи Или нет Хотелось бы Послушать Если нас Слушают Девочки Которые Занимаются Маникюром Нейл Текнишн Пожалуйста Позвоните Расскажите Это ультрафиолетовые Лучи Или нет Я думаю Что да Потому что Это дезинфекция А чем еще Могут дезинфицировать Я думаю Что это Для того Чтобы высушить Нет Не высушить Нет Потому что Конечно Бывает инфекция Еще как Добрый день Вы в эфире Да Добрый день По поводу Китая Господин Зазепин Вы читали информацию О том Что в Китае Пошла вторая волна Они закрыли город Харбин полностью Читал И по поводу вакцинации Да они сами не знают Или вакцина Они лечат Как от простого гриппа Он настолько быстро мутируется Что был китаец желтый А стал коричневый Как негр Ну вот С одним Я должен с вами согласиться Да Что вирус мутирует Конечно Как любой вирус Как вирус гриппа От которого вакцина существует Десятилетия Которые люди Прививки делают Но сам-то коронавирус Тоже существует С 60-х годов Просто другие Проблема Что они мутируют Да И вот когда люди полагаются И делают ставку на то Что вот изобретут вакцину Мы всех провакцинируем И на этом Так сказать Мы покончим с этим Проклятым вирусом По-моему Это заблуждение Сегодня изобрели Теоретически даже Сегодня изобрели Допустим Вакцину Протестировали ее Она не убивает людей Или убивает не столько Много людей Скажем Люди Ведь что такое вакцина Вакцина это прививка Как раз этого вируса То есть людей Искусственно заражают Вирусом Впрыскивают Да Конечно Так вот люди У которых Иммунная система Очень слабая Они могут Не перенести Даже легкой формы Посмотрите Вирус который существует Одни переносят легко Одни даже не замечают Что у них Переносит Так сказать Бессимптомно То есть никаких Симптомов нет Ничего Они легко переносят А другие Страдают Мучаются Колоссально И кто-то не может Так сказать Этого пережить Кто-то умирает Поэтому даже Если вакцину изобретут Начнут прививать Поголовно Это значит Что кто-то Пройдет нормально Как бы В легкой форме Переболеет А кто-то Не сможет пережить Кстати Кстати По-моему В Германии Ищут добровольцев На которые хотят Опробовать вакцину Которую Якобы В Германии Уже нашли Ну как же Что значит нашли Никто не знает Нашли они Ее Которая действительно Будет действовать Послушай Ну как я это себе Представляю Я не медик Не биолог Не химик Не знаю Ну как я себе Это представляю Вакцина Это Легкая форма Такая Взаражение То есть Используются клетки Самого вируса Да То есть Они переносят Как бы болезнь В легкой форме Насколько я это понимаю Если кто-то Слушает И кто-то знает Лучше Расскажите Так вот Прививается Этот вирус Человек В легкой форме Переносит эту болезнь У него Образуется антитела Против этого вируса Иммунитет вырабатывается Своего рода Иммунитет Антитела Но ведь Когда вирус Мутирует Приобретает Иммунную Какую-то форму ДНК Я не знаю То Опять Что-то должно Произойти Опять нужно Какую-то прививку Делать Опять какие-то Новые антитела Должны выработаться Насколько я понимаю Поэтому Вакцину Которую вырабатывают И вырабатывают На вирус В той форме В которой он уже Существует Но поскольку Мы знаем Что вирус Постоянно мутируется Именно поэтому Тяжело найти Эффективность Вакцины Эффективность Вакцины Даже противогриппозной Где-то 40-60% Но эта вакцина В Германии Была создана Вместе с Компанией Pfizer И вообще В мире Сейчас уже Есть около 20 вакцин Или работают Над 20 вакцинами Которые Должны помочь Якобы Должны помочь С этим В борьбе С этим гриппом С этим вирусом Но Опять же Должны помочь Нужны люди На которых Это будут Тестировать Одно знаю Точно Вирус Раз он есть Он будет Он никуда не денется Так как Никуда не делись И другие виды Гриппа Абсолютно Мы его не сможем Не убить Не уничтожить Ничего с ним сделать То есть Мы можем Ему как-то Противостоять Вырабатывать Иммунитет Вирус Будет мутирован Будет меняться Но он будет Сегодня Завтра Послезавтра Через 10 Через 100 лет Если ничего не случится Он будет Между прочим Если вы обратили Внимание Неважно Выступает Демократ Или республиканец Врач Вирусолог Или врач Иммунолог Или врач Пульмонолог Все говорят Одно и то же В каком плане Надо мыть руки Надо держать Дистанцию Надо 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 То что мы должны Были делать Всегда Мыть руки Не надо зимой Ни с кем Целоваться Японии Рукопожадий Вообще Нету Да и летом тоже Говорят носите маски Маски не потому Что кто-то Ну естественно Кто-то на вас чихнет В течение На расстоянии метра Да Метра Это плохо Но Зачем еще нужна маска Чтобы вы не лезли В рот и в нос Даже говорят Носите очки Прозрачные Хотя бы первое время Чтобы отучиться Лезть в глаза Не лезьте в глаза Ни в рот Ни в нос Уже давно известно Что это тяжелый вирус Если вы чихнули Не на кого-то Просто чихнули И не закрылись То Эти брызги Они осядут На поверхность Какую-то Вот Если вы дотронулись До этой поверхности А потом Полезли себе в рот Или почесали нос Вот тогда Есть вероятность Заражения Поэтому Вы взяли тачку В магазине Вы сели в машину Помойте руки Вы взяли За дверную ручку Помойте руки Как сказал Жириновский Между прочим Опять как оказался Где-то прав Он сказал Мы должны научиться Жить по-новому Все По-новому будем жить Значит Нужно носить в кармане Может быть Такой маленький Спрейчик Санитайзер В машине Мне там что-то На интернете Он ушел Я протер эту мышку И когда я это Рассказал своему близкому другу Который живет в Нью-Йорке Он сказал Я не знал Что это такая частюля Я говорю Это не частюля Это элементарные правила Самосохранения Да Добрый день Вы в эфире Да Добрый день Господин Зазепин Ну вы знаете Во-первых Надо прекратить Эту информационную истерию Вот послушайте Пример Германские врачи Вирус на поверхностях Не держится Мы провели испытания Российские врачи Вирус держится 72 часа на поверхности Американские врачи Вирус держится Полтора дня На поверхности Господи Прекратите эту информационную истерию И рассказывайте Что-то одно Потому что Люди могут умереть Не от гриппа А от этого Преда всего И которые впадут в панику Умирают Вы абсолютно Вы абсолютно правы Я с вами согласен На все 100% И мы только через Месяц А может и годы Узнаем Сколько людей умерло От Осложнения От COVID-19 От депрессии От Предстрастию к алкоголю И к наркотикам От каких-то там Нервных срывов И Инфарктов На основании Вот этой ситуации Которая сейчас Да Одни Вчера сказали Что Значит Вирус на поверхности Держится там День Вторые говорят Два дня Три дня Вы абсолютно правы Кричали Что вы должны Прийти из магазина И всю одежду Бросить в ландромат Раздеться в гараже Раздеться Сегодня говорят Это чепуха И действительно Человек потерян Он не знает Кому верить Кто говорит правду Поэтому Ну черт его знает Может действительно Должен существовать Какой-то вот Инстинкт Самосохранения И если вы считаете Что надо одежду Постирать Да постирайте Ради бога Может быть Тогда и не надо Слушать кого-то Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Я вот тоже Свои пять копеек Хочу вставить В данном случае Пожалуйста Всегда надо надеяться На лучшее А ориентироваться На худшее Поэтому вы совершенно Правы То что вы представляете Эту информацию И каждый должен Должен понимать Лучше переборщить Чем не доборщить Посмотреть Сколько смертных случаев И даже среди Молодежи уже есть Поэтому я думаю Что нужно к этому Относиться Максимально серьезно И не впадать Ни в какую депрессию Потому что Это есть И мы должны С этим жить И должны жить Как бы Как рациональные люди По поводу Спасибо Спасибо вам По поводу Вот информации Во время Брифингов Каждый раз На Трампа Обрушиваются Вот эти провокационные Вопросы А вот вы тоже Считаете Что нужно сидеть Дома А вы считаете Что нужно Это Он говорит Я не считаю Я не говорю вам То что я считаю Я делюсь с вами Информацией С которой со мной Поделились специалисты Врачи Консультанты Специалисты В области Пульмоногии Вирусологии В области Санитарии И другие Поэтому мы Обязаны Белый дом Обязан донести До вас информацию А вы уже думаете Вы смотрите Как вам подсказывает Логика И ваш инстинкт Самосохранения Если вы взяли За дверную ручку Помыть руки Или нет Наверное помыть И не только В сегодняшней ситуации А всегда Вы пришли домой Помойте руки Вы вышли в гараж Взялись в машине За что-то Помойте руки То что делают Японцы 20 раз в день Моют руки 2-3 раза в день Принимают душ Никаких рукопожатий Сколько раз Мы над ними смеялись Когда мы их видели Летающими в самолетах Надев маски А сегодня Мы делаем То же самое И вот После каждого Брифинга Включаешь ты BSBC Еще что-нибудь Красной строкой Через все шоу Проходит Трамп не слушает Специалистов Трамп не прислушивается К специалистам Не прислушивается И все Ну как же Там такой специалист Доктор Фиучи А там Фаучи А там Специалистов Я вот честно говоря Что с этой стороны Специалисты Одни Говорят Одни крайности Другие специалисты Рассказывают О других Крайностях И как же Вчера сказали Что хлорок Клорекс Убивает вирус В течение Пяти минут То есть Вы протерли стол 5 минут Потом Какое-то другое Средство 30 секунд Завтра вам скажут Наоборот Но Протирать Надо Значит Ну протерли Так же Как доктор Фаучи Сначала Сказал Что маски Носить Необязательно Абсолютно Ни к чему Это ни от чего Никому не помогает Потом Через какой-то Промежуток Времени Гайдлайн Гайденс Написали Что маски Носить Обязательно Но Вернее так Что маски Лучше носить А некоторые Штаты Так мандатория Сделана Из-за того Что арестовывать Будем Чуть ли не В тюрьму Сажать Ну когда Говорили Что маски Не работают Да Потом сказали Не просто Работают А уже начали Опубликовать Список Название Этих масок И какая Насколько Предохраняет На 95% Вот врачи Которые носят Допустим Вот это Н95 На 80% Но это лучше Чем ничего Во всяком случае И опять же Это вас дисциплинирует Вы не лезете В рот Вы не лезете В нос А если бы еще Очки Или прозрачные То были бы Вообще Как говорится Почти Обезопасные Я с самого начала Говорил Не отрицая Так сказать Всю опасность Этого вируса Не отрицая Последствия тяжелые Что Если бы это не было Годом выборов В Соединенных Штатах Америки Поверь мне Все проходило бы Совершенно иначе Я в этом Просто убежден Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Вы знаете Может быть Наивный вопрос Но практически Я не знаю Где купить Эти маски Я сделала Как бы Самодельную Но в принципе Я не знаю Сколько нужно Слоев И так далее Чтобы она защищалась Все таки Максимально Насколько Это возможно Где Если вы знаете Например аптека В магазине Garden Fresh По моему В понедельник Я там был И там были Кажется 10 масок 15 долларов Я не знаю Какие маски Но они есть Да Они есть Окей Спасибо вам огромное За информацию Ну и кроме того На интернете Полно масок Не знаю Из Юханя Не из Юханя На интернете А дело такое Нет нет Я не говорю А вот этих Вот разовых масок Есть маски По 10-15 долларов Со съемными фильтрами Которые производятся В Америке То есть Смотрите Хотите ли вы Потратить Или нет 15 долларов На маску И фильтры Где-то в районе По-моему Что-то долларов За штуку Не знаю Насколько хватает Этих фильтров Вот Ну эти веревочки Насколько Насколько они крепки Ну как в том анекдоте Что да Дай мне пакетик чая Почему У меня веревочка Оторвалась По поводу масок Нет Трамп ведь Как бы настоял на том Чтобы маски Дезинфицировали И использовали Вторично То есть маски Использовались В госпиталях Одноразово Ее там Одел С пациентом поговорил Выбросил И все Между прочим Магазин Аллегро Сейчас стали дезинфицировать И использовали В 8 раз Представляешь Количество масок Расход на маски Сократился в 8 раз Между прочим Магазин Аллегро Большое спасибо Людочка тебе Она бесплатно Давала эти маски Конечно Она не могла дать Там десятки Сотни Но несколько масок Она давала И это были матерчатые маски Которые в принципе Можно постирать Это не вот эти Вот бумажные Которые А может Я не знаю А может нельзя их стирать Но мне кажется Что можно Это же материал Друзья мои Мы обязательно продолжим Но вот я смотрю У нас все линии Опять загорелись Но давайте мы Оставайтесь с нами Мы обязательно ответим На звонки Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон вы знаете 847-400-5200 Вот я сейчас Опять маску примерял N95 N95 Да Это вот Которые рекомендованы N95 Кстати В магазин Когда хожу Если вдруг Ну в магазин я не хожу Как бы Стараюсь не ходить Но если вдруг Что-то понадобится Куда-то пойти В аптеку зайти Скажем За лекарством Но у тебя У тебя оборотка Усы надо срочно сбрить Жириновский сказал Сбрить Черт, давай матери Так я вот Вот тут И сбрил как раз Чтобы вся оборотка Ушла под маску И не мешала Кстати Кстати вот Звонил вот Господин По поводу Вот этих данных Что сегодня Говорят Одно Завтра Другое Вот писали Что на картоне Допустим Вирус живет Столько-то А на Пластике Столько-то А на меди Столько-то Вот Но в принципе В одном Сходятся все Что дольше всего Самая лучшая среда Для процветания Дольше всего Вирус живет На пластмассе И неживеющей стали А мы Мы окружены Пластмассой И неживеющей стали Добрый день Вы в эфире Мы вас слушаем Здравствуйте Спасибо Здравствуйте Здравствуйте Во-первых Я хочу сказать Женщине Которой звонила Она такая продвинутая И она говорила Насчет масок Как быть с масками Но во-первых Они Конечно Вы правы Были на интернете Показываны Несколько слоев Четыре слоя И же можно было дышать И это шиться Я например Своими руками шила Это можно шить И стирать И тут же опять Или прогладить И можно И с ними Их использовать Это раз Во-вторых Я хочу сказать О том что повторяются Или повторяются данные И один говорит Так Другой Так Так Я думаю Что это Это наверное Это действительно так Потому что Меняются всякие исследования Меняются всякие источники Ничего такого нет Что сегодня так Слово так Слушать просто надо И выбирать то Что вы считаете Правильным Или еще раз Пересматривайте И прислушиваться И так далее А вот как быть В лифтах В домах престарелых Где у нас все там Металл вокруг И люди пользуются лифтом В маске Многие не в масках И без перчаток Вот как быть Такие вы получили В домах престарелых В домах престарелых Сегодня никого не пускают Там только медперсонал Ну хорошо Нет а мы то Мы то сами ходим Гулять иногда Дома Не дома престарелых Надо же ходить На дистанции Соблюдать А дома где живут Пожилые люди А ты имеешь в виду Да 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 Там действительно Необходимы Меры Предоставления Ну я тебе скажу Даже не Ассистент Ливинг Там где живут Мои родители Там наверное 90% людей пожилого И престарелого возраста Поэтому ну я вот смотрю Как там выходят Пожилые люди Тоже одевают перчатки Там я не знаю Вообще может быть Может быть менеджмент Они должны тоже Раз в день Обрабатывать поверхность Может быть даже чаще Чем раз в день Между прочим Вы абсолютно правильно сказали Вот насчет лифтов И остального Между прочим Вот еще одна заметка Ну кроме того Что мы находимся дома Мы еще находимся в машине Достаточное количество Времени А там и металл И пластик И что там еще И стекло И прочее Прочее Поэтому Чтобы бороться Эффективно с вирусом Наверное Одна из необходимых мер Это постоянно Протирать автомобиль Причем Многие пишут Извините Паша Извините вас перебью Сейчас я задала вопрос Не об автомобилях А лифты в домах Престарелых Это важно И потом Мы должны Хоть несколько человек Есть такие Которые могут Немножко специально Спускаться по лестнице Чтобы не пользоваться лифтом Но у нас закрыты Эти двери С лестниц Понимаете Может быть Вот это кто-то И потом еще Дальше Еще Трамп сказал Что какие-то Будут Сегодня я слышала Что или есть уже Или будут Маски Которые можно Два-то раз стирать Вот если вы слышали Может вы объясните Нет Это обычные маски Обычные маски Которые в больницах Одевают Матерчатые Ну марлевые такие Просто есть машины Для дезинфекции А матерчатые Можно стирать Можно стирать Можно дезинфицировать А по поводу По поводу лифта И закрытых Лестничных маршей Наверное Надо вам Контактировать С менеджментом Да Но это Не очень-то Хороший результат Дает К сожалению К сожалению Да Но вы не забывайте Что Я не думаю Что Указом президента Это все Регулируется Потому что Он это спускает На уровне Губернаторов Губернатор спускает На уровне Мэров Мэры На уровне Вот наших Баффало Гроф Глэнью Городков И кроме того Не забывайте Что ассоциейшн Это тоже Как бы Маленькое государство Как Ватикан Виталий Да И тоже Свой борт Существует И своя Менеджмент Компания Которая Устанавливает Свои правила Конечно Они Регулируются Эти правила Какими-то Выше стоящими Инстанциями Но Наверное Первая ступень Это То что Вы должны Контактировать С менеджментом Я вышла в эфир Для того Чтобы голос Мой был услышан Вы абсолютно Правы Согласна На 100% Спасибо Особенно Там где живут Престарелые люди На первом месте Должна быть Вот эта дезинфекция Хотя бы раз в день Потому что они Наиболее подвержены С осложнениям Добрый день Вы в эфире Еще раз Здравствуйте Здравствуйте Вот я просмотрел Сегодня видео Леона Ванштейна И Мне кажется Что он Приводит Как бы Правильный путь Избавления От коронавируса Вообще От любой Эпидемии Дело в том Что Любая эпидемия Рано или поздно Достигнет всех И от того Что мы прячемся Это все равно Не даст никаких Результатов И чем быстрее Народ Скажем так Встретит Этот Неравный бой И Естественно К сожалению Некоторые из нас Покинут этот мир Но без этого Невозможно Потому что Потому что Это невозможно Спрятать всех И чем больше Мы пробуем Этот карантин Чем быстрее Мы разрушим Экономику И тем Тем не менее Этот вирус Все равно Достигнет Своего И Этот Карантин Продление Ничему хорошему Не приведет Вы знаете Вы абсолютно правы Если вспомнить Свиной грипп То переболело Более 60 миллионов Поэтому Не знаю Ну конечно Исходя из того Что меры принимаются Может быть Гораздо Более Сильные Чем Со свиным гриппом Но Вполне возможно Что им переболеют И миллионы Переболеют Или будут Инфицированы То есть будут Переносчиками Но вообще Несмотря на это Большинство Хотят выйти Из карантина Многие Предпочитают Оставаться В карантине Из-за политических Взглядов Конечно Чем больше Урона Потерпит Америка Тем больше Будет Больше Будет Преобразована Наша страна Будут пересмотрены Законы Причем Не в лучшую Сторону И чем дольше Мы будем закрыты Тем дольше Мы будем Восстанавливаться Конечно И как я уже сказал Подумайте О том Что многие Будут в депрессии Вредные привычки Чуть ли не Самоубийства Могут быть Даже На почве Нервной Ведь В депрессии Подвержены Очень многие Люди Попадают Некоторые В реальные Тиски Финансовые Добрый день Здравствуйте Вы знаете Я считаю Что Может быть Вы не согласитесь Со мной Но я считаю Что есть Средний вариант Как бы Более рациональный То есть Есть группы Которые Подвержены Риску Умереть Даже молодые То есть С астмой С диабетом С болезнями Там Связанными С пищей Ну С амогими Болезнями Но это Ограниченное Все-таки Количество И пожилые Люди Которым уже Ну не за 90 А достаточно Пожилые 70 И так далее Так вот Они должны Продолжать Карантин А все остальные Они могут Работать На мой взгляд Потому что Большинство Переносит Это как бы Даже без Признаков Вот таких Вот симптомов Поэтому На мой взгляд Вот должны Были найти Вот такое Более рациональное Решение Этого вопроса Потому что Сидеть просто Дома Это конечно Безумие Потому что Скоро Действительно Закончатся Все запасы И чем же Это закончится То есть Короче говоря В конечном счете Тогда вымрет Намного больше Людей Чем От Коронавируса Потом я хочу Сказать У меня Нет такого Чувства Что он Будет Всегда Та же Когда-то Побороли Мы Ученые Нашли Вакцины От холеры От чумы От всего прочего И от этого Найдут Хотя конечно То что они Сделали Вот это Искусственным путем Это же Лабораторная Вообще Цепочка Спасибо большое Мария Мы извиняемся Но Я знаю Вы очень красиво Говорите И грамотно Правильно У нас есть Другие звонки Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Это вот что Коронавирус Это все Я думаю Это придумала Банда Которая Против Рампа И придумали Они В Китае И везде Здесь Ну надейте Противогазы Ходите Противогазы Я живу Супердер В доме Что-то Не вижу Что-то Помирали Я когда Хожу Магазин Маску надел Вышел Снял Все пошел Это специально Сделано Против Трампа Против Индивидуальной Политики Против Что он хочет Закрыть Америку Как бы не хотелось Отрицать То что Трамп Начал выигрывать Торговую войну С Китаем Это действительно Правда И вполне возможно Что китайцы Увидели Что они проигрывают И им нужно было Как-то обвалить Экономику Обрушить Вы обратили внимание На то что Упал рынок Ценных бумаг В Америке В Европе А в Китае Практически Не коснулась Эта проблема Китайского рынка Так что да Вполне возможно Что это было сделано Искусственно Ну а демократы Тут же Подхватили Этот флаг И тоже несут Его с гордостью Чтобы убить Экономику И приблизиться К выборам С максимальным Количеством Безработных С минимальным Уровнем Развития Экономики С обвалившимся Рынком Ценных бумаг Это их цель И как я уже сказал Убить Индивидуализм И стремление К коллективизации То есть Из них заявляли О том что Чем лучше Тем хуже О том что Готово Пусть лучше Рухнет экономика Скорее бы Наступила рецессия Лишь бы избавиться От Трампа Во время Первичных выборов Я помню По моему В Мичигане Опрос проводился Среди демократов И 62 процента Демократов Сказали что Они предпочли бы Чтобы Астероид Грохнулся на землю И земля уничтожилась Чем Трамп Будет переизбран На второй срок Вы боитесь Коронавируса Господа демократы Вы подумайте о том Что если Трампа не переизберут И выберут Байдена Вот чего Надо бояться Коронавирусом Вам покажется Просто Чепухой Добрый день Знаете Они не просто Подхватили Демократы Вот это вот Китай Стали на сторону Китая В 14-15 году При Бараке Обаме Здесь разрабатывалось Вот это вот В общем-то Этот вирус И они Передали его Китаю Так что В общем-то Я откровенно говоря С самого начала Понимала это Спасибо большое Спасибо Демократы здесь Здесь Ими Сыграли Свою роль Спасибо Потому что Китай сам Он достаточно Отстаный Спасибо большое Спасибо Клинтон Передавал Военные секреты А теперь Вот это вот Так что Спасибо демократам И спасибо Тем кто за них Голосует Спасибо А вот Последняя новость Президент Шам Подписал закон О дополнительном Стимулировании Экономики На объемом 484 миллиарда долларов Выделяют в частности 321 миллиард На продолжение программы Поддержки малого бизнеса 60 миллиардов На программу помощи Бизнесу При чрезвычайных ситуациях 75 миллиардов На поддержку больниц И системы здравоохранения А также 25 миллиардов На расширение Тестирования на коронавирус Ну напомню что было выделено 2 триллиона Из этого было выделено 350 миллиардов На поддержку малого бизнеса Кстати все больше и больше Статей появляются о том Что эти деньги К сожалению не доходят До малых бизнесов А оседают в карманах Хозяев больших бизнесов Ну на самом деле По моему 60 миллиардов Получило собственно Правительство из этих денег И куда оно ушло Разное агентство Не знаю На поднятие зарплаты Там членом конгресса И так далее Вообще как бы идея была неплохая Поддержать малые бизнесы С тем чтобы люди Сохранить работу А вот как она реализовалась То получилось не очень здорово Ну между прочим В Белом доме развернулась Дискуссия о том Спасать ли штаты От банкротства И между прочим Наша Иринойз на первом месте Хуже всего приходится Именно нам Иринойз полностью Задавлен своими Пенсионными обязательствами Дыра в пенсионном бюджете Превышает 40 миллиардов долларов Которые просто Ниоткуда взять И местные налоги Уже подняты до предела Стоимость жизни Высока Народ просто массово Уезжает из этого штата И вот лидер большинства Митч Макканел Отметил что Он выступает против Выделения любых средств Некомпетентным властям штатов А у нас Власти штата Как мы знаем В кавычках Очень компетентны Вот Принцкер Кома Кричат Что федеральное правительство Должно компенсировать Штатам Им затраты Федеральное правительство Построило Госпитали В Нью-Йорке Выделило Колоссальные суммы 2 триллиона С лишним 2 триллиона 300 миллионов Там же Это уже был второй транш Или даже третий А до этого еще Два транша были Которые направлены Были специально Именно к госпиталям К госпиталям То есть Федеральное правительство Потратило деньги А теперь такие Штимпы Как Коома И Принцкер Значит Требуют Чтобы федеральное правительство Возместило им убытки Принцкер требует 40 с лишним миллиардов Но это как раз Подходит под те долги Я думаю Что эти деньги Выделят Опять же Пойдут на погашение Пенсии Государственным чиновникам Которые неплохо Зарабатывают Неплохо получают И плюс Постоянная индексация Пенсии В отличие от тех Кто получает Сошел секьюрити Пенсию То есть Проворовавшиеся Упыри Которые Сказать Какие-то грандиозные Программы Реализуют А получают Откаты Закапывают деньги В асфальт В бетон А теперь Хотят Чтобы за счет Налогоплательщиков Еще и их дыры Заткнули Категорически против А если объявлять Банкротство Значит нужно Объявлять Реструктуризацию Значит нужно Менять законы Нужно менять Конституцию штата Кстати В одном случае Когда предлагается Провести пенсионную реформу В нашем штате Потому что без этого Ничего не получится Никогда они из этой ямы Не выберутся Они разгонят всех Из этого штата Народ будет уезжать То они ссылаются Что это сделать невозможно Верховный суд штата Говорит Нет В конституции записано Поэтому вы не можете Провести пенсионную реформу Но в конституции Между прочим Записано Что Законодатели штата Не имеют права Принимать бюджет Несбалансированный А они Десятилетиями Принимают бюджет В котором дефицит Миллиарды долларов И ничего Плевать Они хотели на конституцию Вообще Это отличительная черта Демократов В каком-то случае Они цепляются Ссылаются на конституцию Бьют себя в грудь Мы защищаем конституцию Пилоси выходит Мне смешно на меня смотреть Жалко и смешно Когда она говорит Что мы должны Здесь защищать конституцию Когда им удобно Это сказать А когда им это неудобно Они плюют на конституцию Готовы ее поменять Как раз два три Я тебе скажу Если бы сегодня Отцы нашей нации Спустили бы с небес на землю Я уверен Что их бы никто Не стал слушать И что их идеи Вообще И взгляды на то Как должно быть построено Наше общество Отмели бы Вот эти профессоры Которые у нас в университетах Отмели бы моментально Потому что сегодня Уже эти все ценности Никому не нужны Все сегодня кричат Что все Всем должно быть бесплатно Вообще не знаю На сегодняшней ситуации Как вообще Осуществили бы Вот эти свои планы Тот же Байден Тот же Сандерс Если бы они были президентами Куда бы пошли Их идеи О бесплатном образовании О бесплатной медицине И о всем бесплатном То есть Как по-моему Говорил Рейган Что мы Находимся на Одно Наши свободы Там На расстоянии Одних выборов Вообще Ты обратил внимание Насколько Вот Придскер и Куома Насколько часто Они Появляются на телевидении Они мелькают Чуть ли не Через каждые два часа А Вчера Эбиси сказал Что Куома Это человек Который всю свою жизнь Был готов Вот к этой ситуации Куома Который Ничего самостоятельно Не смог сделать Если бы президент Не предпринял Таких мер Для того Чтобы спасти ситуацию В Нью-Йорке Я не представляю Что бы у них было 3 марта Денег нет Ума нет 3 марта Куома говорил Что никакой опасности Нет В штате Нью-Йорк Что ситуация Находится под контролем 3 марта Закрыли нас Когда 15-го 16-го Нас В середине марта Что закрыли Ну Да Я не помню То есть Представляешь За две недели Если бы Куома Это сделал Видя то Что происходит В штате Где было инфицировано Больше всего Людей А то Может быть Спасли намного Много Жизни Сохранились Видео Это они сейчас Говорят И всякие Разговоры Президент ничего Не сделал Президент реагировал Есть видео Где Дебил Деблазио Призывает Пойти Погулять Ходить Принимать Гулять Ходить В ресторан Веселиться Ничего страшного И Деблазио И Куома И доктор Фаучи Есть Фаучи Есть Пилоси Которая Призывала Всех пойти Отметить В Чайна Таун Так сказать Выйти на улицу В общем А президент При этом ничего не делал Еще раз говорю Если бы президент Не помог Нью-Йорку Я не знаю Что с Нью-Йорком Сейчас бы было Но зато этот герой Зато он каждый день Я имею ввиду Куома Выходит И рассказывает Какой он умный И как он борется За жизнь Нью-Йоркца А президент Бездействует А сейчас он требует денег Чтобы ему дали И пытается Так сказать Митча Маканула Немножко Путдаун Потому что Маканула сказала Ребята Вы транжирите деньги Почему Почему мы должны Вам Возмещать все это Окей Все время Наше закончилось Увы Берегите себя Всего доброго Спасибо Вы не поняли Это карантин Болеете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому